В начале 1930 года всю русскую эмиграцию во Франции потрясло таинственное исчезновение главы Белогвардейского Русского Общевоинского Союза генерала Александра Кутитова. Видный деятель эмиграции и враг советской власти бесследно исчез в центре Парижа. Где он? Жив. Ответить на все эти вопросы мог только один человек. Тайна исчезновения Кутепова была раскрыта только через 50 лет после событий. В 1936 году во время войны в Испании германская разведка обратила внимание на следующий факт. Каждый пятый транспорт с оружием и техникой, который следовал на Пиренее, неожиданно шел ко дну. Тогда, в середине 30-х годов, установить причину гибели судов не удалось. Они гибли, не доходя до места назначения. В 1937 году в Париже произошло еще одно таинственное исчезновение. На этот раз исчез не человек, а документы из архива Левотроцкого. Вождь мировой революции, высланной Сталином из СССР еще в 1929 году, об этом событии даже не узнал. Документы из его архива пропали в Париже, а оказались в Москве. В 1938 году резидент советской разведки после 14-ти лет нелегальной работы должен был вернуться в Москву. Возвращение в СССР оказалось совсем не таким, как он предполагал. Ордер на арест был уже выписан, и его судьба решена. Там, в Кремле. Все, чем он занимался, должно было навсегда остаться государственной тайной и умереть вместе с ним. Москва. Лубянка. Внутренняя тюрьма НКВД. Специальная зона. Здесь находятся смертники. Люди, которым приговор вынесен. 1939 год. Точную дату сегодня не может указать никто. В 10 часов утра заключенный камерой номер 021 был выведен и доставлен в помещение следственной части НКВД. Следователя он видел в первый раз. На столе лежало какое-то дело. Следователь стоял, а не сидел. Завтра вас переведут в другую камеру. Вам дадут 10 дней на отдых. Мы знаем, что вы бегло читаете по-английски, немецко-французски и на иврите. Человек в форме сержанта государственной безопасности дотронулся рукой до пакета, лежавшего на столе. Это текст на русском языке, и не надо торопиться его читать. У вас есть время. Вы должны прочитать этот текст и внести в него необходимые замечания и изменения. Если у вас возникнет желание дополнить текст какими-нибудь сведениями, вам будет предоставлены необходимые письменные принадлежности. И еще. Я должен вам передать, что следствие по вашему делу продолжается. Увидите. Внутренняя тюрьма НКВД. Через 12 дней после разговора в следственной части. По распоряжению НКВД заключенному камерой номер 021 выданы запечатанный пакет, вскрытию проверки не подлежит, письменные принадлежности, 25 листов пронумерованной чистой бумаги и наручные швейцарские часы. По личной просьбе. Все написанное номерным заключенным должно непосредственно передаваться наркому внутренних дел. В запечатанном пакете находился текст специального закрытого учебника по нелегально-диверсионной работе. Заключенный камерой номер 021 должен был написать для него еще одну главу о себе и своей работе. Совершенно секретно. Директор департамента полиции от начальника Витебского губернского жандармского управления 18 марта 1910 года. Представляя при всем выписку из письма, полученного агентурным путем, доношу вашему превосходительству, что адресат письма «Минский мещанин Яков Ицков Серебрянский» выслан из города Минска в город Витебск под гласный надзор полиции на два года за принадлежность к партии СР. Все упомянутые в письме лица также находятся под надзором полиции, но ни в чем предосудительном в политическом отношении пока не замечено. В 1910 году за принадлежность к СР могли отправить и в Сибирь. Для российской охранки СР, особенно СР и боевики, враг номер один. В начале 20 века они буквально запугали Россию своими акциями и эксами. Террор – фирменный почерк этой политической партии. Отец, насколько я вот сейчас опять знаю из документов, он еще в школе вступил в молодежную организацию СРов и был достаточно активен в этой организации. И вот в это время, это был 9-10 год, это можно уточнить по документам, там произошло убийство начальника тюрьмы в Минске, в которой действительно очень тяжелый режим был для заключенных, и им были очень, как вы понимаете, недовольны. Значит, убил его человек, так сказать, тоже предлежащий к организации СРов. Ну, вопреки, так сказать, публикациям, которые, так сказать, иногда появлялись по поводу отца, непосредственного отношения к убийству он не имел, но полиция заинтересовалась им, поскольку он был знаком с людьми, так или иначе участвовавшими вот в этом покушении, ну, вот в убийстве начальника тюрьмы. Он не участвовал в стрельбе по губернаторам и не взорвал роскошные апартаменты в чужих домах, но в СРовской организации состоял. О том, что такое теракция на партийном языке СРов X и как она готовится, впервые узнал именно тогда, в 1910-х годах. Совершенно секретно. Директор департамента полиции от начальника Минского губернского жандармского управления 28 августа 1912 года. Названный Серебрянский за принадлежность его к партии социалистов-революционеров подчинен гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, за исключением столиц, на два года с 13 октября 1909 года. Из отношения начальника Витебского жандармского управления видно, что Яков Серебрянский окончил срок гласного надзора и выбыл из Витебска в город Минск. Осенью 1912 года имя Якова Серебрянского исчезает из полицейских сводок. Почему? Он отказался от боевой революционной работы? Подумался? Все гораздо проще и обыденно. Минского мещанина Якова Серебрянского призвали в армию. Он не стал, в отличие от многих пламенных революционеров того времени, говоря сегодняшним языком, косить от службы. Как всегда, остался верным своему жизненному принципу. Мало быть пламенным, мало быть умным. Надо быть честным. В августе 1914 года в Восточной Пруссии, где была уничтожена армия генерала Самсонова, он был тяжело ранен и после длительного пребывания в госпитале освобожден от военной службы подчистой. По совету врачей, Серебрянский поехал на юг, в Баку. Там он и встретился с Полиной. Одна из самых главных встреч в его жизни. Известие о февральской революции и свержении монархии вернуло его в политику. Он снова член эсеровской партии. Сталин, Берия и следователи НКВД хорошо знают о его эсеровском прошлом. Однажды Сталин так и сказал о Серебрянском. Тот эсер. Хотя он уже был членом ВКПБ. У вождя отменная память на все. В первый раз при новой рабоче-крестьянской власти его арестовали в 1921 году за принадлежность к эсеровской партии. Он оказался в гостях у одного своего старого товарища и попал в облаву, устроенную органами ВЧК ГПУ. Брали всех. Тогда он провел в тюрьме на Лубянке только 4 месяца. Был освобожден. Решение президиума ГПУ звучало так. Рассмотрев вопрос о принадлежности Серебрянского к правым эсерам, президиум решил освободить его из-под ареста, взять на учет и лишить права работы в политических, разыскных и судебных органах. Пройдет всего 4 года, и в 1926 он возглавит особую группу при председателе ОГПУ, своеобразную разведку в разведке. И никто даже не вспомнит о решении 1922 года, словно его и не было. За 14 лет нелегальной работы за границей он не вызвал подозрений ни у одной спецслужбы мира. Его даже не задерживали. Арестовывали и допрашивали только свои. В первый раз в 1921 году за принадлежность к правым эсерам, второй раз в 1938, как уже врага народа и англо-французского шпиона. Теперь англо-французский шпион находится в камере на Лубянке и по распоряжению наркома Берия пишет специальную главу секретного учебника для советских разведчиков-нелегалов. Пишет не о себе, а о своей деятельности. Впервые на чекистскую работу, как тогда говорили, он попал в годы гражданской войны в Закавказе. Рекомендовал он эту работу никто иной, как знаменитый Яков Блюмкин, убийца германского посла Мирбаха, амнистированный советской властью. Регистрационный бланк члена ВКПБ. Партбилет номер 186-26-10. Серебрянский Яков Исакович. Национальность еврей. Родной язык русский. Окончил городское четырехклассное училище в городе Витебске в 1908 году. По образованию? Нет. По опыту работы электромонтер 8 лет. Чекист. Этот документ старший майор госбезопасности Яков Серебрянский заполнял в Москве в августе 1938-го за месяц до второго ареста. В стандартной графе род занятий есть интересная запись. С июля 19-го по мая 20-го года находился в городе Решки, Персия, в качестве начальника общего отдела, особого отдела персидской красной армии. Далее, в том же документе, с мая 20-го по сентябрь 1922-го года сотрудник особого отдела ВЧК. Яков Серебрянский слишком много знал. Например, историю военной экспедиции в Персию. В мае 20-го года туда вошли части Красной армии. Фактически руководил новым персидским походом в военком штаба Яков Блюнкин. Именно он и способствовал поступлению Серебрянского в только что организованный особый отдел. Бывший профессионал-революционер, знакомый с методами конспиративной работы, хорошо знающий Восток с его обычаями и тонкостями, оказался находкой для военкома Блюнкина. А Серебрянского в Красном Лоуренсе-Аравийском, так иногда называли Блюнкина, привлекли ум, энергия и вдохновенный авантюризм, без которого, как известно, революции не делаются. Попытка экспортировать мировую революцию дальше на Восток закончилась неудачей. Персидская Красная армия отступила на территорию современного Азербайджана. Срочной эвакуации подлежал особый отдел и его сотрудники. Два Якова, Блюнкин и Серебрянский отправились в Москву на новую работу. Служба Серебрянского в Центральном аппарате ВЧК продлилась недолго. 26 августа 1921 года он увольняется, и в конце года его арестовывают бывшие коллеги. Правда, через 4 месяца освобождают, но с поражением в правах. Через год о нем неожиданно вспомнили. Наверное, потому что он снова оказался мужем. Так будет всегда в жизни этого человека. В 20-е, 30-е годы, 40-е будут освобождать и давать новое поручение. В 23-м году отменили решение президиума ГПУ, совсем забыли о прошлой принадлежности к СРМ и отправили на закордонную нелегальную работу. В качестве помощника Блюнкина Серебрянский выехал в Яфу, теперь Тель-Авив. Чуть позже приехала Полина. С ее слов, что ее начинал, это был, значит, она член партии с 21-го года, и она тогда работала в Краснопресненском райкоме партии, на технической работе какой-то. Ее вызвали в иностранное дело и предложили поехать к отцу, сказав, что он там один и действительно ему тяжело там. Мама отказалась, ей на это, так сказать, предложили положить на стол партбилет, что, в общем-то, было невозможно, и не только до того времени, а просто для самосознания, как же это я член партии, положу билет на стол. Она поехала. Она поехала и, по сути дела, все его поездки, все его поездки, она его сопровождала, не будучи, так сказать, официально работником НКВД. Причем, вот со слов моего брата, отец говорил ему, это старший брат, есть у меня двоюродный, отец ему говорил, что, так сказать, жили мы при всем, при том, за границей достаточно, ну, я не хочу сказать там скудно, но достаточно ограничены в средствах, потому что я не считал возможным брать деньги на маму, потому как она не была официальным работником. На земле обетованной резидент Серебрянский должен был организовывать глубоко законспирированную агентурную сеть, ввести своих людей в так называемое боевое сианинское движение и получать информацию о планах Англии и Франции на Ближнем Востоке. В течение года им удалось привлечь в сотрудничество большую группу эмигрантов русского и еврейского происхождения. Эти люди впоследствии составят ядро, руководимой им особой группой. Материалы ее деятельности до сих пор засекречены. Неофициально ее называли группой Яши или группой Ян. О существовании деятельности группы будут знать только несколько человек из политического руководства СССР и советской внешней разведки. Это те же сотрудники ОГИПИУ, но об их деятельности практической вот даже я, оперуполномоченный иностранного дела, почти ничего не знал. И не то я не один был такой в иностранном отделе ОГИПИУ, который о Яше ничего не знал. Яша меня принимал вместе с двумя товарищами из ЦК, когда я первый раз вернулся за кордон, и я не знал, что это начальник группы Яши Серебрянский. Не знал. И узнал я это значительно позже, когда с ним беда приключилась. Так что это был параллельный разведывательно-диверсионный центр ОГИПИУ, подчиненный председателю и его первому заместителю. И его задача заключалась в том, чтобы в случае военных действий против Советского Союза организовать диверсии в тех странах, кто будет воевать против СССР. И в этом смысле группа Яши провела довольно значительную работу. Особую группу Серебрянского можно назвать первым в истории спецслужб разведывательным спецназом, который действовал за пределами СССР в 20-е и 30-е годы. Это была самостоятельная разведслужба, осуществлявшая только глубокое внедрение своей агентуры за рубежом. Замкнутая структура профессионалов-разведчиков. Все данные ее численности, персональном составе и деятельности были строго засекречены. Ее начали создавать в 1926 году и действовало на более 10 лет. Все это время во главе группы находился один человек, Яков Исакович Серебрянский. Перед каждой, так сказать, серьезной операцией, которую он проводил, значит, с границей, он шел в кино. Вот вечер для него была полная разрядка. Его люди действовали в Германии, Франции, Палестине, США, Скандинавии, на Балканах, в Китае. Это были не только профессионалы-разведчики и агенты Комментарна. В невидимой миру войне против государств, режимов и личностей участвовали еще и просоветски настроенные иностранцы, русские белые мигранты, незабывшие свои родины и просто случайные люди, которые ничего не знали и ни о чем не догадывались. Их было немного. Каждый из них просто на вес золота по своим качествам, по своим способностям, по своим знаниям, по умению, знаете, вести себя за рубежом и умению выполнять самые сложные задачи, какие перед ними стояли. Яша был группой Яши, разведывательный центр, возглавляемый Яшей, существовал параллельно разведывательному центру, который возглавлял Артузов, Артур Христианович. Впервые Серебрянский познакомился с Артузовым в 1921 году. Он возглавлял иностранный отдел ВЧК ГПУ. Особая группа Серебрянского не подчинялась Артузову. Во многом она оказалась даже эффективнее всего иностранного отдела ГПУ. Официальная группа Серебрянского состояла из нескольких человек. 7-8 сотрудников в Москве, а остальные находились на нелегальной работе за рубежом. Его кабинет Яши был в здании ОГПУ. Его кабинет и несколько комнат он еще занимал для своих сотрудников, которые тут под рукой должны были быть. Они нужны были, потому что обращались за помощью в иностранное отдело ГПУ, в смысле паспортной техники. А там это дело поставлено было широко, великолепно. И были крупнейшие специалисты там работали. В паспортах Яша больше, чем кто-либо другой нуждался. Заграничник. Любого государства. Летом 1929 года, когда группа была уже создана и действовала, советское руководство санкционировало секретную операцию по изъятию генерала Кутепова. Александр Кутепов, лидер Российского общевоинского союза, находился в эмиграции в Париже. Целью операции было не физическое устранение белого генерала, а его захват. Задача группы Серебрянского заключалась в том, чтобы парализовать террористическую деятельность эмиссаров Российского общевоинского союза. И Серебрянскому удалось создать надежную агентуру, которая проникла в руководство РОВС и способствовала своими действиями не только ориентации советского руководства по существу деятельности боевых эмигрантских организаций, не политической деятельности, а именно акций боевых организаций на территории Советского Союза. Агентура, созданная им, в том числе службы наружного наблюдения, в том числе проверенные люди во французской полиции, осуществили акцию по похищению и ликвидации генерала Кутепова в Париже, непосредственно руководившего своими боевыми эмиссарами. Париж, 1930 год. В тот день генерал Кутепов вышел из дома в 11 часов утра и отправился в церковь. Там должна была состояться панихида по случаю смерти барона Каульбарса. Однако до храма он не дошел. Исчез. На следующий день парижские газеты вышли с заголовками. «Таинственное исчезновение генерала Кутепова. Куда пропал лидер РОВС?» Через несколько дней объявился свидетель случившегося. Первый и единственный. Он показал, что видел из окна автомобиль, двух мужчин и машину такси. В это такси мужчины и втолкнули генерала Кутепова. По словам свидетеля, напротив такси на улице находился пост французской полиции. Выходило, что похищение генерала происходило прямо на глазах полицейских. Однако о Жанам ничего не было известно. Им даже не удалось выйти на свет автомобиля, о котором сообщил свидетель. Машина исчезла в неизвестном направлении, где-то в районе швейцарской границы. Операцию по секретному изъятию генерала Кутепова проверили два сотрудника группы Серебрянского – Турыжников и Эс Керочковский. Роль постового сыграл офицер французской полиции, тоже агент ОГПУ. Все участники операции не рассекретили себя, а скрытно покинули территорию Франции. Сразу в машине Кутепову сделали инъекцию морфия. Генерала пленника быстро и скрытно вывезли из Парижа, но доставить в СССР, как планировалось, не смогли. Вечером того же дня Кутепов скончался от сердечного приступа и был тайно похоронен в саду дома, владельцем которого был француз полицейский агент Серебрянского. Его можно считать именно родоначальником и основоположником концепции нанесения упреждающих ударов по боевым центрам нелегальных организаций и агентуре спецслужб, которая была нацелена на активную работу в случае начала войны с Советским Союзом. К сожалению, его судьба сложилась трагично и судьба членов его группы и его аппарата. Они все стали жертвами преступных репрессий, связанных как с борьбой за власть, так и с карьеристскими целями, которые преследовали руководители органов госбезопасности в конце 30-х годов. Наследствие 1939 года следователь Виктор Абакумов, будущий нарком советской госбезопасности, пытался выбить из Якова Серебрянского показания против одного из непосредственных исполнителей похищения Кутепова Андрея Турыжникова. Обвинительное заключение по следственному делу номер 21782 по обвинению Серебрянского Якова Исаковича в преступлениях, предусмотренных статьей 58 пункт 1а и 2 Уголовного кодекса РСФСР. В 1927 году Серебрянский по заданию английской разведки перебросил из Палестины в СССР группу шпионов-террористов в лице Турыжникова, Волкова, Ананьева, Захарова и Эски, которых впоследствии в лаборатории спецгруппы ГУГБ подготовлял к диверсионной и террористической деятельности на территории СССР. Через Турыжникова Серебрянский передавал английской разведке шпионские сведения о политическом и экономическом положении Советского Союза. Абакумов выполнял личное указание Берия – допросите его хорошенько. Подобная резолюция означала применение методов физического воздействия. Но Серебрянский держался до последнего, не хотел сдавать своих людей. А тогда, в 30-м году, после завершения Парижской операции, он приступил к созданию специальной агентурной сети в различных странах мира для организации диверсий в случае войны. Вторая мировая война начнется 1 сентября 1939 года, а Серебрянский развернет свою деятельность уже в начале 30-х годов. Советские спецслужбы действовали на опережение. 13 июля 1934 года группу Яши напрямую подчинят наркому внутренних дел. Теперь ее название – специальная группа особого назначения. Несколько позднее при группе создадут школу разведчиков-нелегалов Шелокова профиля. Кроме того, что он был начальником особой группы при наркоме, он числился номинально, был начальником из школы нашей. И он регулярно раз или два в неделю после обеда приезжал туда, вызывал 2-3 человека к себе в кабинет и начинал с нами беседовать. Он рассказывал, как делать, что делать, но не разу, то есть он, так сказать, учил ему разум и изучал, и воспитывал, то есть и беседовал. Все мягко, хорошо, с ним вообще встречи были, ну, одно удовольствие, потому что все чувствовали его, во-первых, преимущество над собой во всех отношениях, а потом само отношение. Но за все время беседы этих о разведной работе о себе он не сказал ни слова. Он был одной из самых выдающихся и интересных личностей советской разведки. Трижды узник Лубянки. Разведчик-нелегал от Бога. Мастер специальных операций. В 30-е годы он был мозгом советской внешней разведки. О нем немало сказано, но мало известно. Не все свидетельства пока подтверждаются документально. Некоторые из них кажутся легендами. Услышав их невольно, хочется сказать, не может быть, может, был. Потому что они соответствуют духу и жесткой логике того времени, в котором он жил и действовал. И он организовал школу для подготовки резидентов в страны возможного противника. По диверсионной работе в промышленности, в народном хозяйстве стран противника. Для этого он одновременно со школой начал разрабатывать возможности технологических диверсий в промышленности. Для этого он внутри Союза привлек к работе ведущих специалистов некоторых министерств. Химической, электротехнической, металлургической, горной. Которые по его просьбе или по заданию, я не знаю как, короче говоря, провели работу по анализу технологических аварий и катастроф на наших промышленных предприятиях. И на этой основе выработали те рекомендации, которым часть их, часть по книгам учили нас. Избежать массовой гибели людей при осуществлении специальных и диверсионных операций – вот главная идея Якова Серебренского. Думать об этом он начинает еще в 1937 году. Человек, знавший террор изнутри со времен эсэрских эксов, пытался гуманизировать неизбежную в условиях военного времени диверсионную работу. Вероятно, он был первым человеком в советской разведке, кто всерьез задумался о тех операциях, которые в наше время называют техногенными или высокотехнологическими. Все, чем занимался Серебренский в 30-е годы, неформально между собой начинали называть по его имени или фамилии. Группа Яши, школа Серебренского, ученики Серебренского. Он не служил в разведке, а создавал ее. Только очень умный и обаятельный человек, действуя в разных странах мира, мог сам завербовать свыше двухсот агентов. Один из этих агентов, кодовый псевдоним Гарри, сыграл исключительно важную роль в охоте за архивом Троцкого. Так следовало бы назвать эту операцию. В декабре 1937-го политический враг Сталина номер один Лев Троцкий уже находился в Мексике. А его архив в Париже – в ведении сына – Льва Седова. Агент Гарри помог Серебрянскому и советской разведке заполучить документы из архива Троцкого. И опять тайна исчезновения архива. На многие годы осталась тайна. Полиция была поставлена на ноги, внимательно досматривали и поезда, и все. Отец вез документы, которые не должны были попасть в руки полиции. И он их бросил на стол, в купе. Просто бросил. Осмотрели все, проверили чемоданы и не обратили никак внимания на те бумаги, которые они есть. Ну, в общем, для этого тоже надо, конечно, обладать. Очень большой выдержкой. Ну, где-то храбростью, конечно. В период гражданской войны в Испании Яков Серебрянский и его люди участвовали в тайных поставках оружия войскам республиканского правительства. В сентябре 1936 года им удалось закупить у одной французской авиастроительной фирмы 12 военных самолетов. Покупали самолеты для одной нейтральной страны. В определенное время боевые машины доставили на аэродром. Он находился на границе с Испанией. А через несколько дней авиационная техника была уже в Барселоне. В Германии, Франции и Норвегии люди Серебрянского выводили из строя суда и военную технику, предназначавшуюся для частей генерала Франка. О награждении товарища Серебрянского Якова Исаковича орденом Ленина. Постановление Центрального исполнительного комитета Союза СССР. Центральный исполнительный комитет Союза СССР постановляет за особые заслуги в деле борьбы с контрреволюцией наградить товарища Серебрянского Якова Исаковича орденом Ленина. Это за самолеты, доставленные в Барселону. Указ ЦИК был опубликован в открытой советской печати. Серебрянский был недоволен тем, что его рассекретили. В 1939 году, когда на мирной узник Лубянки писал учебный текст для будущих разведчиков-нелегалов, он о своих прошлых заслугах и орденах не вспоминал. Их забрали при аресте. Он понимал, какой приговор ему вынесут. Смертный приговор. На встрече, когда вот уже началась война, и судоплатов в Берии были на приеме у Сталина, и начали это обсуждать, а Серебрянский лично известен был Сталину. И Сталин спросил, а где у тебя Серебрянский? Берий говорит, как здесь, и в тюрьме к расстрелу приговорен. Сталин ему вроде сказал, ты что, соображаешь что-нибудь? И через несколько, так сказать, минут, чуть не в течение двух часов, Серебрянский был на свободе. Он опять понадобился власти. Через два года неизвестности, ожидания и исполнения приговора он вернулся в свой кабинет на Лубенку. Тогда он и произнес эту фразу. Надо быть не только умным, но и честным. 3 октября 1941 года, после двухмесячного лечения и отдыха, Серебрянский получает новое назначение. Теперь он отвечает за вербовку перспективной агентуры в странах Западной Европы, готовит диверсионные группы и агентов-одиночек до работы за линией фронта, участвует в организации партизанского движения. В 1946 году в органах НКВД МГБ произошла очередная кадровая революция. Министром госбезопасности был назначен Виктор Абакумов. Тот самый следователь, который вел дело Серебрянского, хорошенько его расспрашивал с помощью пыток и побоев. Служить под началом такого министра Серебрянский не мог. Его отправили на пенсию с формулировкой по состоянию здоровья. После смерти вождя в мае 1953 года он вернулся на службу, а через полгода вновь оказался в тюремной камере. Полковник Серебрянский, генералы Судоплатов и Эйтингон официально объявлены пособниками свергнутого Берии. Много знающего Серебрянского решено просто уничтожить. Обвинение основывается на приговоре 1940 года, в котором он объявлен англо-французским шпионом. Факт амнистии новые следователи просто проигнорировали. Трижды узник у Лубянки умирает на допросе. Акт. Заключенный Серебрянский Яков Исакович, 1892 года рождения, умер 30 марта 1956 года в 14 часов 25 минут. Врач Смирнова. В середине 50-х казалось, что имя Якова Серебрянского обречено на безвестность. Нет человека, нет праха, нет даже могилы. Его реабилитировали только в 1971 году. Только вмешательство Андропова позволило в 1971 году положительно решить вопрос о Серебрянском, и он был вместе с академиком Майским полностью реабилитированным и таким образом это были первые реабилитированные люди, арестованные и осужденные по делу Берии. Москва. Ноябрь 2000 года. Через 44 года после гибели Якова Серебрянского Донское кладбище. Собираются люди. Их будет немного, человек 9-10. Больше не придет. Через 44 года после смерти урна установлена в ниши и закрыта доской с именами Полины и Якова Серебрянского. О них будет еще немало написано и сказано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова